В одном из древнейших городов Брянщины состоялась соборная литургия, которую возглавили два архипастыря. Митрополит Брянский Исевский Александр и епископ Клинцовский Трубчевский Владимир молились в воскресенском храме города Почеп. В светлые дни Пасхи Господней архиереи Брянской митрополии разделили радость Христову воскресенье с клером и мирянами Почепа. Богослужение совершалось в величественном красивом храме Клинцовской епархии 18-го столетия. Этот храм должен украшать столицу нашей Родины, а он красуется в маленьком городе Почепе. И действительно нам очень повезло, потому что храму 253 года. Храм воскресенья является памятником архитектуры федерального значения. Дом Божий был построен на средство графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Если задуматься, на первом этаже сохранился до сих пор тот чугунный пол. Я бывает вот стою на литургии или на какой-то другой службе и вот смотрю, склонив голову, думаю, еще 253 года назад по нему ходил сам граф и настолько это вдохновляет. И, может быть, сейчас расскажу такую интересную вещь. Второй этаж храма до сих пор открывается тем самым ключом, которым он и открывался 253 года назад. К своему престольному торжеству Пасхи Господней белоснежный храм преобразился, был покрашен снаружи. Церковь уникальна своей архитектурой, воплотившей в себе синтез классицизма и барокко. Последнее архитектурное направление просматривается и в интерьере верхнего яруса собора. Здесь есть уникальный деревянный иконостас, выполненный по рисунку Варфоломея Растрелли. Иконы написаны придворным художником графа Разумовского Григорием Стеценко. В 1999 году святые образа, находившиеся в реставрационных мастерских Москвы, были возвращены в храм. Радость Пасхи, светлый, радостный, пусть будет жить в ваших сердцах, не только в эти 40 дней пасхальных, но и во все дни вашей жизни. Когда тяжело, многие делятся, говорят, что они поют или читают Пасху. Им становится легче на душе, на сердце, потому что много испытаний, трудностей, тягот, болезней. И Господь посылает нам для нашей духовной пользы и для нашего с вами духовного роста. В 1937 году церковь была закрыта, в ней разместился музей. Богослужения возобновились в 1990-м. Сейчас сюда полюбоваться великолепной архитектурой приезжают паломники и туристы. Храм считается главным символом города. По окончании литургии владыки совершили праздничный крестный ход вокруг храма с пением пасхального тропаря. Церковь торжествуя продолжает славить воскресшего Христа и нести миру эту благую весть.